Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Долгожданные события для российской науки. Началось строительство научного городка 21 века в Национальном центре физики и математики в Сарове. Здесь появятся три уникальные установки мега-сайенс мирового уровня. По научному значению их можно сравнить с большим адронным коллайдером. Это многофункциональный ускорительный комплекс, экзоватный лазер и фотонный вычислительный центр. Их планируют запустить к 2030 году. Это установки с уникальными мировыми параметрами. Больше их нет нигде. К нам уже сейчас обращаются инвесторы, которые готовы будут сейчас вкладываться в эти перспективные направления. Поэтому это интересно и вообще говоря для ученых всего мира. А еще до появления мега-сайенс-установок здесь будут построены научные лаборатории. Уже в этом году должны заработать семь. От моделирования астрофизических явлений до нейроморфного искусственного интеллекта. А в прошлом году стартовала реализация научной программы НСФМ по десяти перспективным направлениям. От искусственного интеллекта и суперкомпьютерного моделирования до лазерной физики и космологии. Во всех научных проектах, конечно, активно участвуют молодые ученые. Образовательное ядро НСФМ – это филиал МГУ в Сарове. Сейчас там обучается больше ста студентов и аспирантов. А через небольшое время их будет уже тысяча. Такое количество молодых ученых планируют набрать к 2030 году, когда вся инфраструктура НСФМ будет построена. В конце программы мы поближе познакомимся со студентами в нашей специальной рубрике «Семья Росатом». А сейчас к другим событиям атомной отрасли. В Подмосковном парке «Патриот» прошло ежегодное совещание руководителей атомной отрасли, на которое съехались директора отраслевых предприятий и организаций. Всего около 200 человек. Еще 80 руководителей участвовали в режиме онлайн. Речь шла о перспективах развития Росатома как технологического лидера страны и одного из ключевых игроков мирового атомного рынка. Обсуждал и стратегии 2030. И впервые речь шла о будущем атомной отрасли в горизонте 2045 года. Работы становятся все больше и ставятся задачи о расширении производства, росте его эффективности и обеспечении Росатома новыми кадрами. Росатом и агентство по атомной энергии КНР подписали программу долгосрочного сотрудничества. Это расширение взаимодействия по текущим проектам, а также реализация новых, связанных в том числе с реакторами на быстрых нейтронах. Комплексная программа предусматривает подготовку до конца 2024 года дорожной карты. По сути, речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед. Завершилось бетонирование фундаментальной плиты реакторного отделения 4-го блока на атомной электростанции Акую в Турции. Строители приступают к возведению контурных стен и готовят участок возведения шахты реактора под установку компонентов устройства локализации расплава. Студенческие стройотряды «Мирный атом МПИР» завершили зимний трудовой семестр. 50 студентов из 10 регионов России на протяжении двух месяцев участвовали в сооружении не имеющего аналога в мире многоцелевого исследовательского реактора МПИР. Это помогает развивать мои профессиональные навыки, получить определенный опыт жизненный. Ученые «Росатома» разработали новую технологию получения скандия. Его применяют в том числе для производства самолетов, ракет и скоростных поездов. Разработка «Геритмета» позволит в кратчайшие сроки обеспечить технологическую независимость российской промышленности по скандию. Сделать жизнь в атомных городах лучше и комфортнее. По инициативе «Росатома» будет объединено две стратегии развития. Стратегия развития атомных городов и стратегия развития атомной промышленности. Это обсуждали на форуме атомных городов в Москве. Как «Росатом» помогает развивать атомные города, расскажем далее. На кадрах один из первых в СССР атомных городов Кремлев, ныне известный как «Саров». Города, подобные Сарову, были желанным местом для жизни. Инфраструктура имела все необходимое. Снабжение не в пример обычным городам, а главное, соседями тут были ученые-инженеры атомной промышленности, интеллектуальная элита страны. Юношам и девушкам созданы все необходимые условия для отдыха и учебы. Но все изменилось после распада СССР. Стагнация градообразующих предприятий атомной промышленности обрушила уровень жизнью в атомных городах, и последствия развала Советского Союза здесь ощущаются до сих пор. Но жизнь меняется. «Росатом» сегодня – технологический лидер страны. Одна из главных задач КУС-корпорации – не только обеспечить технологический суверенитет России, но и возродить былое величие атомных городов. Новая инициатива атомщиков – объединить стратегии развития атомных городов и стратегию развития атомной отрасли до 2030 года с прицелом на 2045 год. Новая объединенная стратегия атомной отрасли и ее городов формируется для комплексного решения накопленных годами проблем. Но работа по поддержке атомградов не останавливалась никогда. Так, например, в Глазове «Росатом» профинансировал благоустройство главной туристической улицы Кирова. Но более масштабные проблемы наскоком не решить. Для этого в Глазове более года велась дискуссия и разрабатывалась стратегия развития. У нас три ключевых отрасли, которые нам нужно поправить. В сфере здравоохранения нам нужно Глазовскую международную больницу, это большое медицинское учреждение, одно из крупнейших в Мурской республике, обслуживает 30% населения Удмуртии по площади. Нам ее нужно провести капитальный ремонт и технически переоснастить. Второй момент, нам нужны изменения, сбалансированные в системе образования, школы, СУЗы, ВУЗы. Сдача четырехкратного увеличения темпов ввода жилья потребовалась при расчете. Этого не девелопера, никто не виделись. В образование «Росатом» и прежде вкладывался системно. Проект «Школа Росатома», «Атомклассы», «Кванториумы» и «АйТи-кубы». Я прихожу после школы, я им делаю домашку и прихожу сюда. Я в «Кванториуме» играю в шахматы, занимаюсь английским и хожу на хай-тек. Сейчас детям очень нравится работать с таким оборудованием. Например, 3D-принтеры, различные программы по созданию, 3D-моделирование, по программированию «Кванториума» раскрывает полностью ребенка. А теперь перенесемся в Усолье-Сибирское. Этот город стал 27-м атомным городом, когда «Росатому» было поручено устранить экологическую чрезвычайную ситуацию на месте бывшего комбината Усолье «Химпром». Для полной очистки территории строится экотехнопарк, а специалистов для него готовят здесь же, в Усолье. В городе Усолье-Сибирском появились менделеевские классы. Это непосредственно мы понимаем, что те дети, которые учатся в этих классах, они в ближайшие пятилетку окажутся работниками госкорпорации «Росатом». Одна из самых сложных хронических проблем атомных городов – медицина. Не хватает узких специалистов и оборудования, но работа не стоит на месте. Например, при содействии «Росатома» в Заречном Свердловской области в этом году закупили аппарат МРТ. До этого я ездила в Екатеринбург, это не очень удобно, это надо отпрашиваться с работы и время. И там записывают за 2-3 месяца, иногда даже полгода ждешь. Я очень довольна, все новое, так быстро, все быстро. И очень довольна, я думаю, что жители нашего города будут очень довольны. В том числе и платные услуги в городах приходилось. Теперь сегодня, на сегодняшний день у нас все бесплатно, по полюсу ОМС принимаем. За 2022 год «Росатом» совместно с ФМБА профинансировало здравоохранение на 1 миллиард 309 миллионов рублей. В планах на 2023 год уже заложена сумма в 1 миллиард 709 миллионов. Развитие города – это не социальная повестка, а производственная. Мы не сможем с вами решить наши все задачи производственные, если мы не будем работать с нашими городами. Благополучие и процветание атомных городов – это общее дело. И местных властей, и Росатома, и представителей городской общественности. И только совместная работа – залог успеха в достижении единой цели. Уровень жизни в городах должен быть как минимум выше уровня жизни региональных столиц. Мы не добьемся этого сразу. Мы имеем дело с долгосрочными трендами. В поисках бесконечного источника энергии в подмосковном Звенигороде прошла международная конференция по термоядерному синтезу, на которую съехались свыше 200 ученых из России и стран СНГ. На протяжении недели они обсуждали управляемый термоядерный синтез. Было представлено около 300 докладов, посвященных магнитному удержанию высокотемпературной плазмы, физическим процессам и основам плазменных и лучевых технологий. Российская национальная программа в области термоядерного синтеза и плазменных технологий. Она не просто помогает, она является, если угодно, важной составной частью всемирного движения к освоению термоядерной энергии. Продолжается прием заявок на международный детский проект «Нукиц». Чтобы принять участие в юбилейном, в 15 сезоне, необходимо до 15 мая записать видеоролик с рассказом о себе и исполнением творческого номера – песни, танцы или стихотворения. Подробнее об участии на сайте нукиц.ру. Но есть и очные отборы. В этом году они пройдут в Москве и Нижнем Новгороде. А начали их с белорусского атомного города Островец. Белорусские мальчишки и девчонки регулярно участвуют в проекте. Но за эти годы «Нукиц» ни разу не показал своих спектаклей в Беларуси, не проводил кастингов. В этом году организаторы решили исправить ситуацию. Очные отборы «Нукиц» в городе Островец. Я творческая личность, которая, как и все творческие личности, любит, чтобы их снимали, чтобы им аплодировали, чтобы был всегда в центре внимания. Я люблю сцену, я не боюсь сцены, мне нравится сцена. Я знаю, что ребята и гастролируют по разным городам. Мне интересно тоже, я никогда не была в России. А какой город увидеть хочешь в первую очередь? Москву, потому что она там самая большая, красивая, ну, интересная. Меня должны обязательно взять, потому что я очень креативная, веселая, очень хорошо пою и не боюсь сцены. Я уже был участником летнего проекта и зимнего. Мне там понравилось работать с профессионалами, я научился актерскому мастерству. Это были мои самые незабываемые каникулы, полтора месяца пролетели очень быстро. Я вельми хочу, чтобы хлопчуки и девочки из Беларуси поудельничали в этом проекте. Я вельми хочу, чтобы в проектах звучала белорусская мова. Дзякунь, молодчина! Дзякуй вам! Когда мы сюда ехали, и так было понятно, что мы обязательно найдем здесь какую-то новую творческую единицу, талантливую. И, в общем, так это и произошло. Пока все карты открывать не буду, но абсолютно нормальные, офигенные, классные, атомные дети в Беларуси. Очные кастинги пройдут еще в Нижнем Новгороде и Москве. Ну, а все остальные ребята могут подать заявку заочно. В юбилейный 15-й Нукиц ожидается много сюрпризов. Раскроем один из них. В этом году у нас еще будет больше детей, поскольку у нас еще будет порядка 20 человек. Это эстрадно-симфонические оркестры. У нас получается, что не только дети будут петь вживую, наши, как они поют, то и еще будут вживую играть дети. Остается добавить, что проект начнется в начале июля. Спешите подавать заявки и заявлять о себе. Завершается прием заявок на конкурс Человек-года Росатома. В этом году он проходит в юбилейный 10-й раз. Эту отраслевую программу признания в народе называют «Атомным Оскаром» и проводят в качестве поощрения лучших работников предприятий организации Росатома. Среди номинаций – дивизиональные, общекорпоративные и специальные номинации генерального директора. Основные критерии отбора – значимые результаты работы, профессиональные качества кандидатов, нестандартные подходы к решению задач. Подать заявку можно до конца марта. На этом с новостями все. О других событиях атомной отрасли расскажем в нашем следующем выпуске.